МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Охтубинском канале Время новостей вы смотрите информационную программу ныне. Вот некоторые темы этого выпуска. Лежащие полицейские через каждые 50 метров, вынужденная мера от любителей быстрой езды по центральным дорогам поселка Верхний Баскунчак, а также фонтан на площади и великолепная детская площадка. Работой руководства поселка железнодорожников над улучшением состояния объектов в соцкульпыта глава района в целом остался доволен. Рыба будет. Остаться в отшнурованных водоемах ей не позволят спасатели из голубого патруля. Тем более, что уже опробованы новые малешники. В рамках акции по безопасности дорожного движения у подросткового клуба «Юность» дорожные полицейские припарковали специализированный автобус «Дорожная азбука» и развернули мобильный перекресток, чтобы ребята могли узнать значение дорожных знаков и сигналов светофора. А теперь обо всем подробнее. На минувшей неделе состоялась рабочая поездка главы Ахтубинского района в поселок Верхний Баскунчак. В сопровождении своего заместителя по социальной политике и председателя районного совета депутатов глава муниципалитета вместе с руководителем муниципального образования поселок Верхний Баскунчак посетил объекты социально-культурного назначения и провел заседание с активом поселка по главным вопросам жизнеобеспечения населенного пункта. Главное, на что обратил внимание Виктор Ведичев, насколько эффективно сейчас в школьных и образовательных учреждениях поселка ведутся мероприятия по соблюдению пожарной безопасности, энергосбережению и так называемому направлению антитеррор. Делегацию из районного центра глава поселка железнодорожников Шагид Тикеев встретил в своем кабинете. Вначале краткая беседа с руководителем районного муниципалитета. Виктор Ведичев задал своему коллеге ряд частных вопросов, поступающих в его приемную от жителей поселка Верхний Баскунчак. В основном сельчан волнуют высокие тарифы на ЖКХ, вопросы газификации, работы пожарной службы и несоблюдение скоростного режима водителями на дорогах поселка. Как реагирует начальство на данную проблему, убедились тут же, проезжая по улице Пролетарской. Насчитали около десятка лежачих полицейских. Меры действенные, но не для всех. Особые лихачи, говорит Шагид Тикеев, попросту объезжают их сбоку. Но с таковыми разговор отдельный. Осмотр объектов социально-культурного назначения начали с детского сада при школе номер 10. Сразу же при входе замечание. Необходимо сделать тротуарную дорожку от забора внутри двора ко входу в садик. Для этих целей есть и спонсор на примете. В помещении детского сада главу района прежде всего интересовало, насколько соблюдены требования пожарной безопасности и энергосбережения. При осмотре пищеблока от просьбы детсадовского повара оценить вкус борща, Виктор Ведищев деликатно отказался, перепоручив это дело социальному куратору. А вот за старые игрушки воспитателей пожурил. Почему умалчивают об этой вроде бы незначительной, но проблеме? Не дело в наше время пользоваться старьем. Презент? Выделить 5000 рублей на новые игрушки порадовал. В садике номер 18 детки во время визита делегации безмятежно спали. Это самый посещаемый садик в поселке, поскольку находится в центре. Да и педагогический состав настолько доброжелателен, что деток сюда водят даже издалека. Этот фактор глава района поставил во главу угла максимально создать доброжелательную атмосферу в каждом дошкольном учреждении. А что касается нехватки садов, то эта проблема в скором времени решится за счет строительства еще одного детского сада в поселке по программе строительства детских садов. Осталось выбрать место. Состоянием школ поселка Верхний Баскунчак глава района также остался доволен. Однако пожурил директора СОЖ номер 10 за инертность в доведении до сведений руководителя муниципалитета проблемы с протекающей крышей и сломанным забором. А вот для директора 11-й школы у главы района была хорошая новость. В скором времени здесь, на школьном дворе, появится новенькая спортивная площадка по федеральной программе с долевым участием района. Но главное сейчас, ответил Виктор Ведищев, все же реализовать требования трех программ по пожарной безопасности, энергосбережению и программы антитеррор. Если брать в целом, конечно, у нас есть программа. Программа, которая раньше все девятера школы, домов культур, все они были опечальны тем, что приходила в систему пожарного отзора, выписывала предписание, сразу штрафовала. Мы эту программу не закрыли. Каждый год мы выделяем одни и те же самые средства, я имею в виду в объеме, по сумме одна и та же сумма. Поэтому эта программа работает. Я думаю, что она будет работать на следующий год, потому что требования меняются, и все равно где-то надо наделать. Вторая программа по энергосбережению, она только начинает работать. Некоторые там говорят, где-то есть пластиковые окна, где-то нет. Да, действительно, наверное, в каком-то учреждении нужно начинать с системы отопления, где-то надо утеплять двери, а потом окна. Но мы уже провели энергоаудит, эта программа работает, и я сегодня посмотрел, где она работает лучше, где она работает хуже, где кому-то добавить средства, для того, чтобы ускорить и сравняться всем муниципальным учреждениям. Следующая программа, которую мы готовим, это требования особо, но это антитеррор. Мы должны обеспечивать охрану наших объектов. Это система видеонаблюдения, но мы можем поставить систему видеонаблюдения, но у нас не будет муниципального учреждения огорожено, а то это абсурдно будет. Поэтому в первую очередную мы готовим программу, чтобы у нас в каждое муниципальное учреждение имело ограждение, то, которое соответствует современным сегодняшним требованиям. У Дома культуры, куда районная делегация прибыла на встречу с активом поселка, гостей немало удивили преобразование парка. Фонтан, сделанный по инициативе самих жителей. Современная безопасная детская площадка, на которую руководитель администрации выделил более 200 тысяч рублей. Красочные клумбы. Для ухода за зелеными насаждениями здесь специально выделен садовник. Под постоянным вниманием руководства поселка находится местная достопримечательность – памятник верхнебоскунчахцам, не вернувшимся с полей сражений в годы войны. На этот счет у главы села своя позиция. Да, действительно, звучали такие замечания, что я и слышал, и свой адрес поначалу, что вот про памятники вспоминаем только когда праздник. Подвели в порядок, покрасили что-то, праздник прошел и забыли до следующего праздника. Было и такое замечание со стороны старшего поколения, поэтому мы постарались учесть все это дело, чтобы вот все эти памятники, весь парк был доступен для всех, было на виду. Открытое место, чтобы было для всех. Поэтому вся эта работа будет дальше продолжаться. А полагаю, те моменты, которые возникали, рабочие были, есть, всегда и будут. Ничего страшного я здесь в этом не вижу. Самое главное, здесь, наверное, в политике, самое главное, мы договариваться. Я полагаю, что мы с главой района договорились. В число объектов посещения районной делегации вошла и узловая больница железнодорожников. По словам руководителя района, это самое благоустроенное лечебное учреждение района. Современный ремонт, оснащение, по последнему слову, техники – все для блага железнодорожников. Только вот осталось безболезненно преодолеть реорганизационные изменения по линии РЖД. Но над этим придется работать совместно, отметил Виктор Ведищев. Здесь очень много вариантов решения проблемы по организации здравоохранения Верхнего, Среднего и Нижнего, Баскунчака. Но мы видим, что сейчас приняты некоторые решения, которые нам пока непонятны, и которые немного ломают ту схему, которую мы первоначально определили по организации в целом здесь системы здравоохранения. Поэтому мы еще обдумываем, мы к этому вопросу вернемся, мы еще проконсультируемся с Министерством здравоохранения, которое сейчас полностью полномочиями переданы по здравоохранению. Я думаю, что мы здесь примем правильное решение, потому что система здравоохранения именно в этих крупных населенных пунктах, которые обеспечивают нам развитие в целом всей промышленности, это КНАУФ, и Руссоль, и Железная дорога. Поэтому здесь система здравоохранения должна работать очень четко. В Думе Астраханской области обсудили вопросы социальной защиты детей-сирот. Там состоялось окружное совещание с участием делегаций шести регионов Южного федерального и Северокавказского округов, которые провел уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Руководство Астраханской области представляли губернатор Астраханской области Александр Жилкин, заместитель председателя областной думы Ирина Родненко. Основной вопрос исполнения указа президента о мерах государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники совещания делились опытом, как решаются вопросы с расселением, образованием, медицинским обслуживанием и устройством сирот всеми на территории Южного федерального и Северокавказского округов. Во-первых, надо сказать, что совещание, которое сегодня проходит, оно важно для того, чтобы обменяться опытом, поделиться теми наработками, которые уже сделаны, достижениями, которые есть. Это не стыдно хвалиться достижениями, хотя, конечно, в социальной сфере любое достижение всегда недостаточно, потому что мы знаем, что, во-первых, и меняется отношение к людям. Если когда-то там 10 лет назад не платили зарплату и люди от этого ходили жаловаться, то сегодня жалуются на очень медленный интернет и не везде Wi-Fi есть. Это правда. Но, тем не менее, в социальной сфере, конечно, мы должны преодолеть прежде всего те признаки неблагополучия, которые у нас накопились за многие-многие годы, начиная там еще с 17-го года. И, к сожалению, многие проблемы достались там наследству. Это касается вопроса предоставления жилья детям-сиротам и вопроса устройства детей на дошкольное образование и вопроса вообще семейного устройства детей, потому что, когда 84% детей в детских домах находятся при живых родителях, то есть социальное сиротство растет и процветает, в кавычках, это, конечно, не позволяет нам сегодня считать себя социально состоявшимся и социально благополучным обществом. Поэтому здесь работа совместная и государство, и общество. Почему так важно объединять усилия исполнительной власти с одной стороны, с другой стороны, гражданского общества. И главным посредником в этой связке, в этом диалоге, так сложилось, становится уполномоченный право ребенка. Поэтому мы эту функцию на себя взяли, мы от нее не отказываемся, мы ее выполняем. В Астраханской области в этом направлении есть наработки. Депутаты регионального парламента приняли целый ряд законов, направленных на усиление защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очень отрадно отметить, что Астраханская область идет в русле, а где-то и впереди тех тенденций, о которых мы услышали на этом совещании. Ну, во-первых, Павел Алексеевич отметил работу наших законодателей, что мы одни из первых уравняли многодетные семьи и семьи, которые усыновляют, учаряют детей в правах на предоставление, бесплатное предоставление земельных участков для строительства жилья, задоводства, огородничества. Также поддержан опыт Астраханский, который осуществляется правительством Астраханской области по передаче всех детских домов, домов ребенка в одно ведомство, это Министерство социальной защиты. И достаточно интересен прозвучал наш Астраханский опыт по социальной адаптации детей, которые у нас находятся в детских домах. Павел Астахов дал положительную оценку законодательным инициативам региональных парламентариев. Он также подчеркнул, что Астраханская область является одним из первых регионов, где предлагается предоставлять бесплатные земельные участки многодетным родителям, воспитывающим наряду с родными опекаемых детей. Этот опыт следует перенять и другим российским регионам. Есть чему и нам поучиться у соседей. Задачи, которые стоят, это, конечно же, решение вопросов, которые являются долгами нашими. Это и представление жилья тем, кто не получил в Астраханской области таких детей несколько тысяч. В общем, каждый из областей и регионов, которые представлены сегодня были на совещании от Южного федерального округа, от Северного кавказского федерального округа, эти проблемы не решены на 100%. Но есть Краснодар, который дает почти 2000 квартир в этом году детям, а есть другие регионы, которые 100,2,2 набирают. Астраханская область здесь в данном случае в числе передовых, потому что намечено за два года эту проблему закрыть. И губернатор Астраханской области берет на себя обязательства достаточно высокие, то есть 500 квартир в этом году и примерно столько же в следующем году. Это серьезные обязательства, которые, в общем-то, прежде всего стоят очень серьезных денег. То есть бюджетная нагрузка возрастает. Тем не менее, этот вопрос надо решать. Это семейное устройство. И вот, скажем, такие показатели активного семейного устройства работы в этом управлении дает сегодня Волгоградская область, потому что после ряда рабочих встреч, после критики определенной, после наших инспекционных проверок, которые я сам проводил с моими специалистами, последние два года Волгоградская область показывает семейное устройство детей выше 110%. То есть из числа выявленных в течение года детей устраиваются все 100% дети-сироты, плюс забираются дети-сироты, которые уже находятся в учреждениях и выявлены в предыдущие годы. Поэтому такими темпами, конечно, можно рассчитывать на то, что будет реализованная задача значительного сокращения числа детей, находящихся в детских учреждениях. Если говорить о мерах поддержки, то, конечно, надо обратить внимание на родную семью и на приемную семью, потому что, когда мы тратим несколько десятков тысяч рублей на содержание одного ребенка в детском доме, а на родную семью не можем найти нескольких тысяч, а приемная семья получает очень небольшое вознаграждение, это несправедливо и не рачительно, я бы сказал. Потому что, конечно же, надо идти по пути увеличения выплат приемной семье, по пути социальной поддержки семьи родной, чтобы дети не изымались. И здесь я хотел обратить внимание на опыт Краснодарского края в рамках Южно-федерального округа, который сократил значительно на треть число родителей, лишаемых родительских прав. То есть все-таки идет борьба за семью, за родную семью для ребенка, который имеет право жить, воспитываться в семье. Если семья неблагополучная, так называемая, ее надо поддерживать, реабилитировать, помогать. А к другим темам. В народном календаре 22 июля, день Панкрата и Кирилла. Следуя народным приметам, с этого дня можно пробовать первый урожай огурцов. А вот ахтубинские земледельцы собирать огурцы начали более месяца назад. Порадовали в этом году и ранее арбузы. Ну а сейчас, в разгар лета, сельхозпроизводители уже собирают с полей и реализуют овощную продукцию. Всего овощей у нас реализовано на сегодняшний день около 8,5 тысяч тонн. Картофеля у нас реализовано больше, чем в прошлом году. У нас 120 тонн, то есть где-то у нас реализовано 2600 тонн. И Бокчевые, значит, у нас реализовано на сегодня примерно 7300 тонн. Это, в принципе, уровень прошлого года. Вот все. Пока проблем с реализацией нет. Цены тоже пока на сегодня удовлетворяют. Статистика свидетельствует, за прошлый год на дорогах Астраханской области произошло более полутора тысяч аварий, в которых погибло 168 человек. И каждое седьмое ДТП совершается с участием детей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в период летних каникул, когда у ребят появляется больше свободного времени, родителям необходимо строже контролировать их досуг. И не лишним будет еще раз повторить правила дорожного движения. Сами дорожные полицейские тоже не бездействуют. В рамках специальной акции госавтоинспекторы встречаются с ребятами и проводят профилактические беседы. На одну из них побывал наш корреспондент Елена Печенко. В подростковом клубе «Юность» дорожных полицейских ждали с нетерпением. Здесь мероприятиям всегда уделяют большое внимание и проходят они, что называется, на ура. «Клуб работает круглогодично. Различные мероприятия у нас устраиваются по датам календаря, спортивные мероприятия, патриотические мероприятия, которые дети посещают с большим удовольствием. Национальные праздники осеток уже у нас устраивает для детей и родителей, посещающих данный клуб». В клуб «Юность» в день мероприятия пожаловали и гости из других частей города. Все, что касается безопасности дорожного движения, всегда важно и актуально. Десант из областного центра ждать себя долго не заставил. Сопровождали его сотрудники местной госавтоинспекции. «На территории города Охтубинска у нас уже проводятся акции довольно-таки давно, с начала года, по безопасности дорожного движения, пропагандирующая среди детей эту безопасность. В четвертой школе у нас проходили такие мероприятия. Сегодня проходит на базе подросткового клуба «Юность». Приехали к нам наши сотрудники из города Астрахань, которые будут показывать детям мультфильмы в специально оборудованном автобусе. Будут показывать приближенно, максимально к жизни истории из безопасности дорожного движения. И мы будем им объяснять детям, как нужно себя правильно вести в любой ситуации дорожной. С детьми провели профилактическую беседу, а затем предложили им поучаствовать в викторине. Нужно сказать, что мальчишки и девчонки очень даже неплохо ориентировались в предложенных ситуациях. Впрочем, дорожные полицейские не ограничились теоретической частью занятий. Для ребят припарковали специализированный автобус «Дорожная азбука», в котором можно было посмотреть профилактические мультфильмы. А также развернули мобильный перекресток – игровой вариант реальной дороги с мини-знаками и светофорами. Он помог юным горожанам ближе познакомиться с правилами дорожного движения и узнать значение дорожных знаков и сигналов светофора. Данное мероприятие связано с высоким показателем детско-дорожтранспортного травматизма в Астраханской области, к сожалению. Мы проводим различные беседы с детьми, игры, викторины. И в дальнейшем дети отрабатывают полученные знания на мобильном перекрестке. Надеемся, что данное мероприятие принесет свои положительные результаты. Уровень детско-дорожтранспортного травматизма в нашем регионе будет сокращаться. И дети будут отлично знать правила дорожного движения, проявлять к ним интерес. То есть мы хотим вызвать интерес среди малышей к правилам дорожного движения. День явно прошел не зря. Впрочем, и без столь масштабных мероприятий в подростковом клубе юность никогда не скучают. Досуг ребят всегда организован и славится своей доступностью и разнообразием. Я хожу сюда каждый день. Здесь у меня много друзей. Здесь мы рисуем, играем. Асетка Кужановна здесь с нами занимается. Она очень хорошая и добрая. И мы не боимся что-нибудь спросить. Она нам почти все разрешает. Мы все дружим. И здесь всегда интересно. В поселке Ахтуба подростковый клуб юность является и развлекательным центром, и очагом культуры. Дети сюда приходят с родителями. И это никого не удивляет, потому что понятия семья и дети неразделимы. Продолжаем программу. Уровень воды в реках Ахтубинского района уже установился на летних показателях. А это значит, началась работа спасателей рыбной молоди. В отшнурованных водоемах на местах нереста каждый год остаются миллионы мальков. Дорогу к большой воде им помогают найти ребята из 3-й и 5-й школ города. В составе Голубого патруля они работают под руководством любителя природы Николая Острикова, который, к слову, за активное сотрудничество со школьниками получил благодарность от главы района. Сбор малькоспасателей назначили на 8 утра во дворе школы номер 5. Командовал парадом по традиции Николай Иванович Остриков, старший рыболовецкой бригады Ахтубинского райпо. Спасением рыбной молоди он занимается более 30 лет. Вот поэтому, как только подъехали к первому озеру, где решили начать отлов мальков, Олег Вязьмин, главный эколог района, построил ребят и вручил Николаю Ивановичу благодарственное письмо. Глава районной администрации Ведищев Виктор Алексеевич поздравляет Острикова Николая Ивановича, бригадера рыболовецкой бригады Ахтубинского райпо. Выражаю вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд и в связи с днем рыбака желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия. Дальше все пошло своим чередом, по давно отработанному сценарию. Малькоспасатели из третьей школы развернули новый малешник. Такие получили все семь отрядов голубого патруля, которые имеются в районе. Первыми в воду с бреднем, с крупной ячеей, зашли взрослые, члены рыболовецкой бригады. Их задача – замутить воду. Девчонки гуськом, чтобы не оттоптать траву, с ведрами направились к месту притонки. Ребята, узнав то, что нас приглашает рыбинспекция проехать с ними на голубой патруль, были очень рады. Конечно, на данный момент небольшой улов, но это зависит как бы не от нас, природа, воды много. В первые волокуши были в основном черепахи. Их решили тоже из озера, которое скоро пересохнет, выпустить в реку. У юных спасателей улов был небольшой. Пробный выезд показал, что воды еще в водоемах много, взять малька трудно. То есть пока условия для его существования, для жизни, для развития подходящие. Но я думаю, где-то через полмесяца, где через 20, надо будет уже более активно проводить облов, и будут результаты. Чтобы улучшить результат, поймать больше мальков, ребята с малешником бродили по одному и тому же месту несколько раз. И каждый раз в мутной воде попадало мальков все больше и больше. В этот день малькоспасатели обловили три озера. Основной, значит, будет облов в августе месяце до 15. И длится он самые глубокие водоемы, которые остаются у нас всем водоемам под контролем, до сентября месяца вплотную. Основная работа отрядов «Голубого патруля» начнется в августе, когда шнурованные водоемы обмелеют. Но уже сейчас бригады начали опробовать инвентарь, нарабатывать опыт. Во-первых, мы не даем погибнуть полностью в природе. Это основное дело, потому что много пропадает малька. Ну и второе, привлекая школьников, они тут проходят обучение вне школы, то есть они знают, что надо делать и что можно сделать. Единственное плохо в этом деле, что мало привлекается людей для спасения. И все упирается, видимо, в средства, потому что спасение молодей – это и горючее, это техника. Это работа. Поэтому хотелось бы, чтобы те организации, которые имеют возможность или которые обязаны это делать, больше внимания уделяли этому вопросу. На сегодня это все новости зрителей. Благодарю за внимание. Удачного вам начала новой рабочей недели. Ну а тем, кто в отпуске, отличного отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова